Здравствуйте! Вы смотрите репортерский отряд Нью. В переводе с английского Нью означает «трус не играет в футбол». Мы решили посвятить этот выпуск делу Марины Шуляк. Оно резонансное, газета нашей версии и другие издания неоднократно писали о нем. В двух словах, Марину Шуляк судят по заявлению одного из саратовских бизнесменов по имени Игорь Богданов. Дело в том, что Игорь Богданов когда-то был акционером компании, директором которой была и остается Марина Шуляк. Но в 2005 году Игорь Богданов решил выйти из состава акционеров, продав свои акции. Однако спустя 7 лет, в 2012 году, его вдруг осенило, что его обманули, не додали нужную сумму за проданные акции. Он написал заявление в милицию и та живо отреагировала. В течение двух лет милиция пыталась понять, каким образом Марина Шуляк обманула Игоря Богданова. Чтобы легче было понимать, милиция даже упекла Марину Шуляк в следственный изолятор. Причем до этого она исправно ходила на все допросы. Но просто когда человек в СИЗО, милиция как-то сподручнее работать. Человек сговорчивее что ли становится. Признается в разных вещах. Не знаю, например, в расстреле новочеркасских рабочих в 1962 году или в краже картины Мона Лиза в 911 году. И так наработала милиция, что в обвинительном заключении через строчку идет примерно такая фраза. Марина Шуляк в неустановленное время, в неустановленном месте, с неустановленными лицами сговорилась, чтобы обмануть Игоря Богданова. И так на каждой странице, через строчку. Милиция пошла с таким заключением к прокурорам для утверждения, но прокуроры сказали, не-не-не-не-не-не, ребят, не-не, так не пойдет. Вы где взяли это заключение? С интернета скачали или на шарики купили? Идите назад и дорасследуйте. Я уже не знаю, что там делала милиция дальше, как она дорасследовала это дело, что она делала с этим заключением. Может, они всем главком посидели на нем по старой театральной традиции, но когда милиция с этим заключением пришла второй раз с прокурором, те же самые прокуроры его взяли и утвердили. Хотя, как утверждают адвокаты, Марина Шуляк, в нем практически ничего не изменилось. Прокуроры пошли с этим обвинительным заключением в суд. Тут уже судья сказал, ребят, не-не-не-не, ничего не исправлено, ничего не устранено, забирайте назад. Там у вас неустановленное на неустановленном, что мы рассматривать-то будем в суде, забирайте его. Было это в феврале. В общем, как бы то ни было, прокуроры подали апелляцию, и в апреле уже 2014 года решение судья Октябрьского суда о возврате дела прокурорам было отменено, и оно было передано в суд для рассмотрения по существу. 28 апреля в Октябрьском суде состоялось первое заседание рассмотрения дела по существу, где государственный обвинитель в течение часа читал заключение. Примерно все с теми же формулировками. С этой целью неустановлены следствия милицедействия по предварительному сбору с Шуляк. Неустановлены следствия милицедействия примерно в августе 2005 года, но и позднее, во втором и восьмом 2005, точная дата и время следствия неустановлены, изготовили подобные протоколы. А на 15 мая было назначено второе заседание. Должно было начаться самое интересное. Должны были опрашивать самого Игоря Богданова. Ну, чтобы он сам вышел к трибуне и рассказал лично, как дело-то было, как обманули его, как обидели. А то все милиция да прокуроры. А ты сам, мол, выйди и расскажи, как дело было. Причем второе заседание суда должно было состояться еще 13 мая. Но по просьбе потерпевшего оно было перенесено на два дня. Я уже заранее запланировал и проплатил платежку. Не было дат никаких, когда будет. Будет ли вообще суда. То есть я за два месяца. За два месяца платили. Говорят, что документы у вас будут. Да. Это подтверждающие. Да. Из этой немного зашифрованной речи нам стало понятно, что 13 мая Игорь Богданов не может быть в суде, потому что он еще раньше купил путевку в санаторий. И прилетает в Саратов только 14-го. Ну, не знал он, что будет суд. Ну, судья проявил человеколюбие и перенес заседание на 15-е мая. А то прям беда какая-то получается у Игоря Богданова с Мариной Шуляк. Но, вижу, в 2005 году обобрала его. Теперь вот деньги чуть ли не пропали за путевку. Прям роковая женщина в жизни Игоря Богданова, Марина Шуляк. Но 15-го числа Игорь Богданов в суд не явился. Ждали его, ждали. Шиш с маслом. Да. Как сказали его адвокаты, он сегодня прийти в суд и выступать не может, так как на Колчакских фронтах ранен был. Нет, это я путаю. Определенно путаю, извините. Они другое сказали. Они сказали, что он болен, спортивная травма. Ногу повредил. Правда, адвокаты Марины Шуляк посмотрели справку и сказали, что выписана она, конечно же, доктором. Но доктор этот оказался родственником Игоря Богданова. Бывшим или нынешним, не суть важно. Ну, такое бывает. Богданов может уклоняться сколько угодно. Более того, я, например, считаю, что это совершенно один направленный разница. Богданов уклоняется от этих указов. Объяснения Богданова у нас, например, со стороны защиты вызывают большие сомнения, поскольку представленная справка о том, что человек сошел с самолета, а там представлены документы о том, что он вернулся из отпуска и 14 числа прилетел в Саратов. И пошел играть в футбол. При этом футбол оказался настолько травматичным, что он себе там что-то повредил. Я на самом деле возмущение адвокатов Марины Шуляк не разделяю. А что невероятного в том, что человек, прилетев из отпуска, тут же бежит играть в футбол? Да сплошь и рядом такое. Да пускай они съездят к Саратовскому аэропорту и посмотрят, люди выходят из терминала, выбегают просто, бросают чемодан на траву и тут же несутся играть в футбол. Да адвокаты хоть раз в жизни на самолете летали. Да там только сидишь и думаешь о том, чтобы как бы скорее приземлиться и играть в футбол. Ни есть, ни пить не хочется, мочи просто нет. В голове только одно и стучит. Футбол, футбол, футбол. Особенно, если у тебя на завтра судебное заседание и особенно, если тебе на завтра там выступать. В общем, третье заседание по делу Марины Шуляк назначено 19 мая, на понедельник. Пожелаем Игорю Богданову скорейшего выздоровления. А то заявление-то писать дело нехитрое, а ты выйди и расскажи, как все было своими словами. Да, еще такой момент. На первом заседании, 28 апреля, Игорь Богданов как-то интересно отметил нашего оператора Дмитрия. Послал ему некий невербальный сигнал. Вот так. И вот теперь уже две недели Дмитрий ходит из угла в угол, изламывает руки и говорит, что он имел в виду, что он имел в виду. Да понравился ты ему, говорю я. Может, в футбол вместе поиграете, как выздоровит. Может, поужинаете. И на этом мы прощаемся с вами. И напоминаем, что репортерский отряд не несет никакой ответственности за все сказанное в программе. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok